Когда-то в ущелье Большого Карачая в аулах Хучкулан, Хурзук и Карджурт кипела жизнь. В каждом доме жила большая семья, дороги были переполнены куда-то спешащими людьми, на всех, без исключения огородах, выращивали капусту, картофель, активно занимались животноводством. И прошел с тех пор всего-то век. Сегодня картина совсем иная. Аул в силу своей удаленности от республиканского центра и подверженности процессам урбанизации стал немногочисленным. Много тут и заброшенных домов, которые после депортации хозяева так и не вернулись. Род Качкаровых, как и многие карчаевцы, берет свое начало из этого ущелья, а именно аула Нижний Хучкулан. Старейшина рода обеспокоен проблемой оттока молодежи и считает необходимым восстановить утраченное наследие. Мы как раз и молодежь призываем к тому, чтобы история не остановилась на нас, и чтобы молодежь продолжала эту тенденцию. Представители фамилии, собравшись вместе со Старейшиной Аскером Качкаровым и руководителем рода Расулом Качкаровым, выкупили участок на родине своих предков в планах строительства гостевого дома и дальнейшее обустройство территории. Мы в первую очередь делаем это для того, чтобы сохранить память наших предков, сохранить историю нашего народа, чтобы передать ее своим потомкам. Вот эти три аула – это ущелье, это есть музей под открытым небом, это есть история нашего народа, это есть бесценный дар от Всевышнего нашему поколению. Памятники духовного и материального наследия, которые создавались на этих землях предыдущими поколениями, важны не только в сохранении исторической памяти, но также и для сохранения культурного кода и генофонда народа, считают старейшины рода Качкаровых. Здесь, по их мнению, важно начать с того, чтобы молодежь знала свои корни. Наша задача – все это сохранить и передать нашим потомкам, чтобы они знали, откуда они, кто они. Народная артистка Карачаева-Черкесии Лидия Батчаева, посетив родину предков, воодушевлена энтузиазмом земляков, взявших инициативу построить дом в родовом гнезде. И считает это положительным примером для всех остальных, кто когда-то покинул родительский очаг. Сегодня род Качкарова показывает прекрасный пример всем карачаевским фамилиям. Всем бы предложила, всем карачаевцам, чтобы выкупили вот эти земли свои. Это самое красивое место Аллаха. Так что возвращайтесь, делаем добро. Пример берите, пожалуйста. Это очень хороший пример. Об актуальности восстановления старинных родовых домов в аулах Учкулан, Карджурт и Хурзук, возрождении утраченных и развитии сохранившихся традиций карачаевского народа, говорит и писатель, журналист Зимфира Качкарова. Дай Аллах, чтобы молодое поколение поняли, что это райское гнездо – подарок Всевышнего нашему роду. Это выстраданное наше гнездо. Наши старики-аксакалы, которые остались в пустынях, страдая, скорбя по этой родине, наверное, сегодня радуются. Я думаю, что это очень хорошее начало. И желаю всем фамильным родам, чтобы они пошли по этой же тропе. Счастья всем, добра и мира. Утрата культурного наследия неизбежно приведет к духовному оскудению. Разрывом исторической памяти считают авторы инициативы. По их мнению, каждый из заброшенных старинных домов вполне может стать даже музейным объектом. Это история, память – это то, что нельзя монетизировать, это не то, что нельзя перевести во что-то другое. Мы пытаемся со своей стороны сохранить память предков. В связи с чем я обращаюсь ко всем представителям своего народа, главам фамильных родов Парачая. Беру на себя обязательство, что ни один представитель рода Качкаровых не допустит того, чтобы память наших предков не сохранилась, мы сделаем всё для того, чтобы передать её потомкам.